Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я сейчас зачитаю и затем с вами обсудим. Вы дадите свои комментарии к ней и давайте приступим. Если сможете, дайте мне просто совет и если нет, то просто хочется рассказать кому-то свою историю. Заранее вас благодарю за помощь. Нашим девочкам у вас талант. Познакомились мы у меня на родине в Белоруссии. Он работал тут по контракту. Отношения завязались серьезные. Через полгода подарил мне кольцо. Я подумала, что это предложение, но как потом оказалось, что свадьбы не будет. Его мама, братья этого не понимают. Как он такой молодой, когда ему 36 лет, а мне 37. Может жениться на девушке, которая разведена и у нее есть сын. На то время моему сыну было 5 лет. Когда я это услышала, мы сильно поругались, но я поняла, что он мне очень дорог и что с ним я счастлива. Здесь я буду, как всегда, делаю, останавливаться. Мне человек отверг, я с ним счастлива. Как может быть? Это невротический немножко сигнал такой, да, как я могу быть счастлива, когда мне делают больно. Он мне, как вторая половинка, и я решила пожить счастливо, пока он здесь. А это 2,5 года примерно. Мы с ним обсудили все это. Больше о свадьбе ничего не говорили. Нам вдвоем было очень хорошо. Мы любили друг друга, уважали. Я от него не требовала подарков, денег. Он сам мне дарил все и иногда помогал деньгами. Мы жили раздельно, но 3-4 раза в неделю я была у него. К сыну он привык, и на выходных я приезжала с сыном. Они дружили. Все равно я не видела большой любви к своему ребенку. Но время шло, и он понял, что очень сильно меня полюбил. Ему не хватало меня. Мы опять стали говорить о будущем, но конкретно ничего он не мог предложить и ответить на мои вопросы. Сказал, что поедет на родину, обсудит все с семьей и даст ответ. Вот он уехал, мы общались в интернете, он мне говорил о любви, но конкретно о свадьбе не мог даже ответить. Он из маленького города, небогатый, сам зарабатывает своим трудом на стройках, но на данный момент работы конкретно у него нет. Перебивается, как я говорю, с шабашками. У него есть квартира, и когда он уезжает, то в ней не было ремонта, и свои сбережения по приезду он потратил на ремонт. Я его отговаривала от этого, так как если он со мной собирается жить, то не надо тратить деньги, так как я сыном не смогу поехать к ним в Турцию жить, потому что он живет в маленьком городе, русских там школ нет, и в больших городах нужно снимать жилье, платить за школу, это бешеные деньги. И для меня, взрослой женщины, сын на первом месте, и какая бы любовь у меня большая не была к мужчине. Мы писали письма, были видеозвонки и так далее, но было одно но. Когда он был в деревне, то у него всегда были проблемы со связью, в кавычках, я думаю, родители когда рядом. В один прекрасный момент я решила не терзать душу, ни мне, ни ему, и отпустила его, и через год мы полетели на совместный отдых в Турцию. Он живет там в тысячи километров от моря, и я думала расстаться, но я, как его увидела, мне стало так хорошо, и так не хотелось с ним расставаться. Мы с ним это все обсуждали, я сказала, что не могу всегда ждать его, что мама твоя скажет, у него есть брат, он встречается с русской девушкой. Кстати, у них есть дочка, но свадьбу они так не разрешили родители сыграть им. Тогда еще был жив его отец, он просто помогал своей дочери, но она не стала это терпеть и ушла от него. Он страдал очень много времени и не женился на тручанках, которые ему искала семья. Он ходил от одной к другой, потом по русским, и я так поняла, что моему говорил, что русские все и многоточие. Я сказала, что хочу, чтобы и ты был счастлив, ищи себе тручанку, но он сказал, что очень любит меня и готов пойти против семьи, и как соберет денег на работу у нас, он ко мне прилетит, и у нас сразу же будет свадьба и дети и все прочее, так как мне уже 38 лет сейчас. Проходит еще год, и мои нервы уже не выдерживают. Я, конечно, не сижу, не жду окна, я живу своей жизнью, у меня все есть, работа, дом, друзья, развлечения, но сердце тянет к нему. И он, я понимаю, не может без меня. Понимаете, если бы он не мог без вас, то он бы был с вами, мне кажется, правильно? Он стал реже писать, и мне стало это все подозрительно. Я знаю, что его тоже водили к невестам, он мне сам рассказывал, что его знакомили, но он отказался жениться, просил потерпеть до Нового года, если уж он не сможет приехать, то он меня отпустит, чтобы я была счастлива. Летом я сломала ногу, и мне было тяжело без помощи, но он так и не приехал ко мне. Конечно, звонил, поддерживал морально, но приехать не смог, так как у него мама серьезно заболела, ей нужно постоянное лечение и забота. Он младший сын в семье, и как козел отпущения, мама живет с ним, он сделал ремонт, забрал ее к себе, а все остальные, их пять в семье, три брата и еще две сестры, живут в своих семьях и своих проблемах. И вот я узнаю, что его старший брат обручается с девушкой, и ему не мешает болезнь мамы. Я ему позвонила, очень много чего высказала. Я сказала, что ты мне не помогаешь, но все же он никак не может решиться приехать, и вообще он хочет, но не может, и так далее. И, короче говоря, я его попросила больше не звонить, не писать, выдерживаю паузу, но перед этим писала ему, что он мне разбил сердце, я встану с колен и буду жить хорошо. Время идет, и уже месяц не пишет и не звонит, у меня сердце болит, потому что мучаюсь, я в догадках, а может он уже и не один, у него кто-то, а вдруг он ко мне собирается все-таки прилететь. Приедет самый неподходящий, например, момент, может я буду уже не одна, я мучаюсь и не могу понять его, что он хочет, почему он не разговаривает со мной. Ну вы же ему написали, ты мне сердце разбил, со мной не общайся, вот он и не общается, все же, перечитайте свое письмо еще раз. И вот это я не могу понять его, что он хочет, вы не можете понять себя, что вы хотите. Подскажите, пожалуйста, может он и не собирается строить со мной семью, но зачем тогда он просил ждать? Он не романтик, кричащий о любви всегда, он серьезно говорит, что любит, я это чувствую, но никак не могу понять его. Я так понимаю, если любишь, но не можешь сделать так, то отпусти, пускай человек будет счастлив с другим. Может вы сможете мне чем-то помочь, помочь понять ситуацию, менталитет, просто очень он запал мне в душу, но не хочется быть ждущей дурой. Вы уже два года ждете. Дальше приписка. Мне будет интересно мнение людей, еще он убеждает, что ни с кем за это время он не был, не изменял, и если честно, уже после его умолчания мне захотелось внимания от мужчины, и я это получила. Я стала приводить себя в порядок, занялась спортом, массажем, чтобы не думать о нем. И мне нужно какое-то мужское внимание для самоутверждения, здоровья, что что-то я еще могу. Блин, мне уже 39 лет. Все мне говорят, что я дура, потому что жду, не пойми кого. Вот и завожу всякие интрижки, уже дома, кстати, получается. Но мне не нравится этот мужчина, с которым я завела отношения сейчас там у себя дома, и представляю все-таки того своего турка, который, конечно же, не знает ничего, что тут происходит. Дальше. Я самостоятельная, самодостаточная женщина, не богатая, но у меня есть все. Я живу с родителем, но квартира большая и оформлена на меня. Родители постоянно на даче, так что кроме зимы я живу одна с сыном. Работаю на высокой должности, машины у меня нет, так как боюсь за рулем ездить. Но купить в принципе себе могу. И, как говорят, я рождена в полной семье, мои родители меня воспитали в любви, поэтому я хочу тоже любить и быть любимой. Короче, быть счастливой. С ним бы я была такой, поэтому не могу его отпустить. Есть мужчины у нас, но таких вот отношений, как с ним, не было ни с кем. Я порвала себе всю душу. Помогите мне понять его. Если нужно будет, попробуйте рассказать, напишите. Короче говоря, спасибо вам огромное. Интересная история, потому что это типичные... Понимаете, когда мы растем в семье с родителями, нам кажется, что мы в порядке, и у нас просто этот образ складывается. Но все познается в сравнении. Когда ты, например, взрослеешь, у тебя заводятся подружки в школе, в институте, и, например, общаешься и с их родителями, или в гостях бываешь, ты видишь, что по-другому могут люди относиться, что так как у тебя не у всех. Вот так, да, и у нас у всех немножко разные модели семейные поведения с родителями. Но когда ты родился в этой семье, воспитывался, ты думаешь, что так везде так и должно быть. К сожалению, у нас поколение еще битых детей, я это называю, да, когда родители ставят подзатыльники, ругаются на детей, ставят в угол, физически как-то воздействуют, прямо сбивают, есть, да, неверное слово, не так посмотрел, бьют, наказывают именно физически, силовым каким-то вариантом. И такие дети думают, что так бьют всех, дети остальных тоже. Я к тому, что вам может казаться, что у вас нормальные отношения полная семья, но не факт, что это было так. Я вам даже пример приведу, когда родители там друг другу изменяют, они в напряженке, ребенку скандалов не показывают, не разводятся, но у них между папой и мамой напряженные отношения. Они могут где-то типа улыбаться для вида, для галочки, ради общественного одобрения, ради ребенка это делать. Но ребенок, видя нормальную картинку, когда ты взрослый, говоришь, ой, ну у меня же родители вместе жили, все в порядке было, папа там дома ночевал, деньги с работы носил, родители не дрались, не пили там, не курили всеми, все было хорошо. Но внутри ты мог в детстве считывать этот негатив, эту напряженку, все прекрасно понимать. Для этого лишние слова не нужны. Дети, очень хорошая лакмусовая бумажка, которая все в себя впитывает и проявляет отношения родителей. С виду нормальные здоровые отношения, по факту могло быть все по-другому хуже, и вы это как ребенок могли считывать. То есть не факт, если ваши родители не пили, вас не били, не разводили, что у вас была счастливая, хорошая семья. Вот я к чему. По поводу менталитета. Здесь проблема, ну отчасти, да, менталитета. Менталитет немножко другой, но если бы он хотел быть с вами, неважно какой менталитет, и что его останавливает, его бы ничего не останавливало. Признайте о том, что, ну вы этого не хотите признавать, вам нравится процесс, к сожалению, как у нее любому невротику, вам нравится страдать, испытывать боль, потому что у вас боль равно любовь. Это взаимозаменяемые два пункта. Вам нравится вот этот процесс страдания, к сожалению. По поводу менталитета турка разберемся. Все очень просто. Мужчина не готова брать ответственность, который, да, вы правильно сказали, что он как там, как ишак, или как там, козел отпущения в семье, мама на нем, всем, в принципе, детям пофиг, что он самый младший. Мама на него воздействует, потому что он слабохарактерный. Это придется, к сожалению, принять. Это не мужчина, у которого есть свое право голоса, которому на что-то наплевать. Смотрите по факту, по действиям. Он выбрал свою маму, свою семью, кормит вас завтраками, уже можно ничего не ждать, потому что он уже и не едет. Ну, короче, надо принять, скажем так, отчасти с кавычках поражение, что эта история заканчивается, будущего здесь нет. А вам очень сильно хочется. Знаете почему? Потому что он вас подпитывает. У вас, в принципе, вот эта невротическая зависимость от него прослеживается в очень простых словах. Я там это отмечала, да? Вы ему сказали, не звони, не пиши, ты мне разбил сердце. Потом вы думаете, он мне не звонит, не пишет, а вдруг у него кто-то другой, а вдруг еще то. Но вы же попросили, смотрите конкретно под действием. Вы попросили, он исполняет, скажем так, вашу просьбу. Проблема в том, что вы своей просьбой, это была манипуляция, ты мне разбился, это эмоциональные качели вы ему устраивали, понимаете? И он не испытывал, может быть, он перестал, допустим, каким-то образом быть там невротиком тоже, да? Он воспринял ваши слова прямо к действию. Вы попросили, не звони, не пиши, перекрати. Он прекратил общаться. Если он вас подпитывает дальше, продолжает сейчас, то он такой же невротик, он включился в эту игру, ему тоже от этого кайф. Но это не говорит о том, что у вас есть будущее, что это настоящая, типа, любовь. У вас любовь, да, но она вот такая больная. Либо вы ее продолжаете... А здоровой она не станет. Она здоровой станет, когда вы оба выздоровеете, когда он начнет принимать решения, откажется от своих родителей, когда к вам переедет, выполнит свои обещания. Но вам, скорее всего, это будет уже не нужно. Потому что если вы кайфуете от самого процесса, когда вы получите то, чего ждали, вам это может стать уже неинтересным. Она найдет какие-то причины, но суть будет такая, что он вам уже и не нужен. Вам именно нравится вот эта нервотрепка, сам процесс. Вообще, что я могу сказать? Ну, тут как ни крути. Если вы хотите быть действительно самодостаточной, я живу с родителями. И потом идет как некое оправдание. Только зимой они со мной рядом. Я полностью отделяюсь от своих родителей, живу самостоятельно, со своим ребенком, несу за него ответственность. Когда не только летом родители на даче. Летом это называется родители на даче. Я самостоятельная и независимая, когда я живу отдельно. Но не важно, в съемной квартире или в своей, на кого она записана. Я решаю, когда я встаю, куда я кидаю свои там нижнее белье, трусы, когда я делаю стирку, когда я готовлю, когда я убираю. Я здесь хозяйка. Эта квартира может быть съемной, но я здесь живу. И основание это, он тому, что люди ко мне приходят в гости, предупреждают о своем визите. Родители же живут на даче, а визит они не предупреждают, они не возвращаются к себе домой. И вы живете вместе. Вы не отделились, и вы не независимая, самостоятельная женщина. Вот в чем дело. И вы такой независимой, самостоятельной, не хотите быть, потому что вы вцепились вот в этого мужчину. И вы все делаете, чтобы быть от него зависимой. Точнее, вы впали в зависимость к нему. На самом деле, вся проблема с вами и вашими родителями. Вам нужно отделиться от них действительно, снять квартиру, потратить на это деньги, на что это была ваша квартира. Вы там были хозяйкой. Пусть у вас замечательные отношения с мамой. Не ругаетесь. Помогают вам с ребенком и все прочее. Но пока вы отдельно не живете, вы не самостоятельный человек. Вы до сих пор с родителями, а вам уже 40 лет. Вот в этом проблема. Вы просто вот это чувство, подумайте, что вам нужно понять, что вам нужно от мужчины. Именно чувство защиты, да, как многие женщины говорят, за мужем как за стеной. Я в защитной вот этой ситуации. То есть кто бы взял за меня ответственность, кто бы решил мои проблемы. И вы увидели, что словами человек это обещал. Делом это не показывает. Но вы обращаете внимание на слова, зацепляетесь за это. И этим руководствуйте сейчас, чтобы его держать. Но дело в том, что вы просто, вам нужно найти такого мужчину. Точнее, вам надо отделиться от родителей окончательно по-настоящему, жить своей личной жизнью. И тогда вам не захочется цепляться, перескакивать на другого человека, который возьмет ответственность за вас в вашей жизни. Возьмет вашу жизнь в свои руки. Здесь проблема не самостоятельности вас, как личности. Я прошу, не обижайтесь. Я ничего такого плохого в этом не сказала. Вам надо просто разобраться в себе. А почему вы именно на него повелись? Он вас устраивает, вы за него цепляетесь. Во-первых, потому что невроз. Вам нужны эти эмоциональные качели, влюбленность, эмоции он вам дает. О чем вы написали. Я нашла другого, вступила в отношения, такого кайфа нет. Да потому что он не дает вам эмоциональных качелей, он вас не дергает. И вы не получаете таких эмоций, поэтому у вас и любви нет. Потому что у вас любовь равно боль. Вот в чем секрет весь. А у него с ним боли в отношениях нет достойной. То есть такого уровня боли, как с вот этим турком, вот этой трагедией страданий. Вот почему он вас не цепляет. Но чтобы с турком все закончилось, вам надо делиться от родителей, заняться своей жизнью. Вот и все. И я так скажу, что у вас не супер какая-то идеальная по-любому семья была. И то, что вы здесь в полной семье жили, это еще не показатель. Родители слишком многое решают в вашей жизни. Я уверена, что они вас уговаривали, да оставайся ты с нами, а мы тебе будем помогать с ребенком. А зачем тебе снимать квартиру и платить деньги, а у нас тут все хорошо. Нет. Это так не работает. Независимый, как вы написали, самостоятельный, вы станете только когда будете жить отдельно от своих родителей. Пока вы так принимаете их помощь, пока вы с ними в полном слиянии находитесь, вы не самостоятельный человек. В этом все дело. Вы в принципе боитесь брать самостоятельность и брать свою жизнь в свои руки. Вы ищите того, кто за вас это сделает. Это в том, что я и раньше сказала. Девочки, пишите комментарии. Она написала, что очень хотелось поделить историей и услышать ваши советы. В описании к видео я оказываю всегда свою почту. Если вам нужна консультация, записывайтесь. Если вы готовы поделиться публичной своей историей, пожалуйста, пишите. Я зачитаю ее видео. Обсудим вместе, разберем. И девочки вам тоже дадут подписчиться советы. Спасибо за активность, за лайки под видео. Очень приятно. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok